Ну вот, я рассказала о своей жизни, собственно, о своем опыте, что я считаю очень этичным, то есть у меня очень много опытов других людей, но о себе я буквально раздеваюсь до гола, рассказываю, потому что считаю это своим долгом буквально перед человечеством. Невозможно, чтобы об этом изобретении наших ученых СССР не узнала человечество, потому что это спасение в 21 веке, хотя изобретено было в 20 веке. Так вот, теперь немножечко об этих изделиях. Они чудесны, потому что имеют необыкновенную структуру, то есть когда мы их берем, это буквально псевдожидкость, то есть ничего приятнее этого не может быть. Мы же любим пуховые подушки, есть такие матрасы, когда они там надувные, но они более грубые. Это просто потрясающе. Сначала складывается впечатление, что она водяная. Совершенно верно. А некоторые вообще говорят, воздух, вы что мне продали воздух? Я говорю, ну простите, воздух килограмм не весит. Они говорят, логично. И тогда я прошу их сесть на эту подушку. И если они сели, а мы с вами знаем, что нижний центр, это центр, который земля через этот центр как бы всю грязь забирает. И когда на неё садишься, вот она сразу становится твёрдой, мгновенно. Если ещё будет куда-то прикладывать, она может не стать твёрдой. А вот под попой она становится твёрдой точно. И тогда я спокойно, человек уходит спокойно, что он мне воздух купил. Так вот, самый первый эффект – это вот этой именно псевдожидкости анатомический. То есть представим себе, что мы легли головой. У нас шея всегда, ну как бы на расстоянии находится над подушкой. И все об этом говорят, все, кто занимается позвоночником, что это опасно, что именно из-за этого у нас начинаются очень часто проблемы с шеей. Вот, и так далее. Что же тут происходит? Голова делает ямку, подушка принимает форму под шеей, она затвердевает, и всё. Вы лежите в абсолютном слепке. Не бойтесь, что вы будете поворачиваться. Ну, повернулись, они ч-ч-ч-ч, и подстроятся под вашу голову. Пошуршат, и подстроятся под голову. Можно чуть-чуть рукой их примять. Сначала все говорят, я не могу на этом спать. Что же делать? Я говорю, это вы такой продвинутый человек. Потому что такой подушка только становится после молитвы, после мантр. Мы, например, есть женщины, которые не могут без благословления священника какой-то вещью пользоваться. Они приходят к священнику, приносят. Говорят, мы уже зови батюшка. И приносят с улицы камень. Батюшка берёт этот камень. Ну, они как проверяют, и на своим способом. Молитвы читают, да? Читают молитву, и она в руках. И чуть ли не выпадает. Говорят, что это? То есть, он берёт камень, а у него в руках жидкость становится. Полная трансформация из твёрдого в жидкое. И, конечно, уже священники это очень хотят. И ко мне уже покупают у меня монахини, священники. Они спасают своих детей после больницы и так далее. То есть, они обожают эти предметы и передают друг другу, что этим нужно пользоваться. Они говорят, что иначе день проходит, молитва. В общем, у нас день в монастыре превращается в праздник. Они чувствуют себя хорошо, не устают и так далее. Так вот, этот анатомический эффект. Помимо этого анатомического эффекта, что происходит? Биорезонанс, да? То есть, мы с вами электромагнитное поле. Я тоже об этом никогда не задумывалась, прежде чем не занялась этой подушкой. У нас очень много излучений. Но мы электроны. Совершенно верно. И мы электроны, которые выстроились в определенную структуру. Совершенно верно. Вот я как раз это очень хорошо чувствую. И не просто так люди могут через стену пройти и так далее. То есть, перестроиться. Так вот, вот это все наше излучение, оно попадает в эти микросферы. И когда оно попадает туда, то не проходит насквозь. То есть, получается, что вы не кроватку греете там или кресло, где сидите. А вы возвращаете себе то, что излучили. То есть, идет накопление световой энергии. А эта световая энергия ваша собственная. Чистоты неповторимой. Вот, например, я почитала в литературе о банях. Оказывается, финская, русская, турецкая, неважно какие бани, они в шесть раз менее эффективны, чем бани инфракрасного излучения. Ну, мы ходим иногда в нее. И я это заметила по себе. Я вообще очень трудно потею. Я почти не потею. Всю жизнь такая была. Но когда я впервые села в инфракрасную баню, я впервые запотела так, как было положено запотеть. И с тех пор я ее стала любить. То есть, что сделало инфракрасное? Оно наладило процесс у меня, да? Выброса. Ни русская, ни финская, ни турецкая мне не помогали. А эта помогла. А тут... Ну, там искусственное, понятно, да? Излучение какой-то определенной вибрации. И для кого-то может быть опасным. Как любая физиопроцедура искусственная. А здесь уникальность в том, что это индивидуально неповторимо. То есть, когда я своему брату сказала, он даже брошюру потом написал, мой брат, физик, микросферы и инфракрасное излучение. Вот. И он изучил этот вопрос. Он прошел по всей литературе. И в этой брошюре его написано о том, что инфракрасным излучением пользуется во всем мире медицина и лечат впрочем до рака, когда раковые больные. Ну, используют это излучение для лечения. И Алик очень хороший сделал такой, как бы параллель провел. Он говорит, а он такой тоже творческий человек, интуит. Он говорит, что удивительно, ведь наши предки лечились на печи. А печь состоит из чего? Глина и песок. Излучение. А это натриево-боро-силикатные микросферы. Силикат, кремник, варь. То есть это то же самое. Это полевой шпат, да? То есть это продукт тот же самый. И он говорит, только печку нужно было разогреть, потому что сама-то она холодная. И когда ты разогретую печку ложишься, то у тебя начинаются вот эти процессы все восстановления, обмена вот с этими натуральными продуктами, которыми обмазана печка. Он говорит, а тут получается ты, свое собственное тепло, мы же тоже печка, попадают туда, возвращаются. То есть не надо греть извне, как печку дровами греют. Возвращается, и получается, что это делает то же самое, что делала русская печь. Тогда напрашивается другое. Вот представьте, наша печень от слова «печь». Да. И она, оказывается, обогревает нижние конечности. 60% обогрева нижних конечностей идёт от печени. И только 40% от крови. Так вот, если мы возвращаем тепло печени, температура её приподнимается, обменные процессы идут более интенсивно, это улучшается во всём организме человека. Вот ещё, поблагодарю, ещё в мою копилку легло одно. Великолепно. Вот, вот, понимаете, что происходит? И почему, может быть, вот те, кто выпивают... А, у меня же есть случай, когда просто алкоголичка, хроническая женщина, просто в шапочке была месяц от диких головных болей. Она её носила. Так она дочку погнала, чтобы она об этом рассказала, поезд, она мне в поезде рассказывала об этом, прямо прибежала. Я говорю, что такое? Мама заставила. Я говорю, а что такое? А у нас, говорит, хронический алкоголизм. Это в Сибири там где-то. Все, говорит, сёстры, все алкоголики. И она, говорит, через месяц, говорит, не подходите со спиртным. И всё, она перестала пить. Месяц ходила в шапки. Это необъяснимо, но это психологический феномен. Паттерн, который заставлял, причём родовой паттерн, он ушёл. Слушай, ты мне здесь столько идей подкидываешь. Да? Вот, а я знаю, это ляжет на ваши знания. Я потом ещё потом скажу. Да, на ваши знания. Вот. И вот этот эффект, он совершенно... Он именно психологический феномен. На меня больше эта сторона как бы интересовала. Потому что есть психосоматика, и мы об этом знаем. Тело болит от совсем других причин, о которых мы даже не подозреваем порой. Так вот, что этот эффект, что вот это излучение возвращается и греет. Но если греет инфракрасное вот этим насильным вибрациям, то здесь от 20 до 200 нанометров. Это мне химик один сказал. Я говорила микрон, а он говорит, правильно, Светочка, сказать. Нанометры. Я говорю, ну ладно, пусть будут нанометры. С тех пор говорю нанометры. Так вот, вот этот диапазон уже брат мой добавляет. Он говорит, именно вот в середине этого диапазона инфракрасное излучение всего человечества. То есть мы каждый вибрируем в своей частоте. Так вот, вот здесь зашифровано всё человечество. То есть получается, они же очень маленькие, их там миллиард. И мы, когда ложимся, мы имеем индивидуальные частоты, обязательно там есть шарики, именно наши, неповторимые индивидуальные. И дальше вот эти мои учёные, с которыми я рассуждала, они говорят о том, что когда луч туда попадает, он точно таким же возвращается. И несколько разных физиков совершенно потрясающие вещи сказали. Один сказал, Света, а это имеет идеальную форму, крылую, я говорю, идеальную, с тоненькой стенкой. Это природный процесс. Эти микросферы получили, взорвали стекло, стекло взорвалось. При взрыве это естественный процесс. Это пропорции золотого сечения. Ну, это золотое сечение. Он говорит, так я тебе должен сказать, что если это идеальные формы шара, а такого в природе как бы нет, то тогда информация торсионная, которая попадает туда, абсолютно изменяется до идеальных вот этих пропорций. Вот оно. То есть мне это так было важно, вот этот психологический феномен. Ну, почему это происходит? Это один физик сказал. Второй физик сказал, когда я говорю, слушай, поразительно, я кладу телефон, значит, до этого меряю рамку, и он в отрицательную сторону крутит. Я кладу телефон, просто полежал на подушечке, кладу его рядом, он крутит, как икона. Он говорит, ничего удивительного. Я говорю, да ладно. А он физик и кандидат наук и так далее. Я их боюсь. Он говорит, да нет, Света, все объяснимо. Наука, ну, там, в 57-м, что ли, он году, говорит, открыла, что тело, дотронувшееся до другого тела, несет информацию, где оно потом не находилось. Это вот эти частицы, видно, солитон, которые мы выделяем. Я думаю, и что, и вот этот вот мертвый железяков, что ли? Он говорит, да. Мы сделали следующий эксперимент. Я беру с этого телефона, который полежал, звоню по телефону другому, который перед этим в отрицательную сторону крутил. Он начинает крутить в положительную сторону. Телефон на расстоянии, а то, что я позвонила с телефона, который полежал на микросферах. Это еще только предстоит вообще понять, что происходит. Дальше, что мы берем, почему эти приметы очень важны дома, мы берем рамку и проверяем, находим геопатогенную зону, то есть сетка Хартман, да, вот это пересечение. Мы потом демонстрировали это на сцене. Я становлюсь, а я такой человек чувствительный, становлюсь в этот центр. Вы знаете, точно он действует убийственно, потому что прямо начинаешь сдуваться. Вот я прямо ощущаю, как энергия утекает. И мы берем это изделие в руки. Мало того, что энергия не утекает, мы идем с рамкой, здесь же геопатогенная зона, отходим, 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 насколько только можем отойти, рамка крутит положительную скорую, как будто икона. То есть нейтрализация происходит геопатогенного пересечения. А с подушкой что-нибудь происходит? А с подушкой твердеет. Да? Да. Зверски твердеет в геопатогенной зоне. Мне, например, звонят клиенты и говорят, Света, что у меня с подушкой? Она не отходит. Вот лежит у меня на кровати и не отходит. А я уже про это знаю, я говорю. На кровати лежит. Где вы спите? Она говорит, ну да. Я говорю, приложите в другое место кровать. Она перекладывает в другое место. Говорит, здесь нормально. Помягчало. Я говорю, вас поздравляю. Вы спите в пересечении сетки Хартман. Поэтому она не может отойти никак, потому что она работает с этим местом. Метерализация. Совершенно верно. Так что благодарите, что к вам попала. Срочно, говорю, кроватку передвигайте из этого места. Потому что вы попали прямо в это неудобное место. Итак, подушка уникальна. Но мой опыт говорит. Помните, я вам рассказывала о том, что я пользовалась только одной подушкой и сделала большую ошибку. Что должна каждая клеточка отражаться. Матрас просто обязателен. Его можно использовать как матрас, а можно сверху накрываться. Вот мой опыт говорит о том, что сверху накрываться практичнее. Почему? Больше площади. То есть, когда мы лежим, мы лежим определенными частями. Да, у нас отражение идет, нас пронизывает это излучение. Но когда мы сверху кладем, но он и твердеет сильнее, когда под нами. Потому что, когда на микросфере идет давление, А когда твердеет, она перестает работать? Работает. Сейчас тоже об этом расскажу. Вот очень хороший вопрос. Потому что подобные лечатся подобными. Есть такое понятие. Так вот, они становятся маленьким зеркалом того, что происходит в вас. То есть, они выстраиваются в те структуры, которые необходимы вам для лечения. И убирать не надо. То есть, нужно дать возможность. Вот обострения бывают очень часто, сильное обострение. Я всегда говорю, не надо пользоваться. День, два, три отложите это изделие. Дайте организму адаптироваться к тем переменам, которые у вас произошли. То есть, получается, что они выстроились в структуру того, что с вами происходит. Произошло обострение, через которое идет изменение в вашем теле. Если вы ложитесь следующий, следующий день на вот это обострение, сильное, то изменения уже продолжаются. Они продолжаются так мощно. А боль, мы всегда знаем, она сигнализирует нам о чем-то. Нужно любить боль. Вызлюби боль свою, как сказал автор одной книжки. Так вот, получается, что вы хотите отдохнуть. Боль трудно. Это не у всех. У всех кого-то обезболен. Помните, я сказала, что она грамотная. Она знает, что сделать. Кому-то обезболит, а кому-то усилит. И кому усилит, я всегда говорю, я вас поздравляю. Потому что вы находитесь на более продвинутом уровне. Вы готовы выдержать болевое ощущение для того, чтобы измениться. Они говорят, да, если измениться, готово. Только дайте отдохнуть. Два дня отложили, и все. Как я об этом узнала? Поскольку я никогда ничего плохого с телом не чувствовала, все было хорошо. С чего начала подушечка любимая у меня? Она начала с того, что я начала засыпать на ходу. С нервной системы. Я засыпала, у меня глаза. Вот знаете, говорят, спички. Вот вы, наверное, в армии служили. Знаете, что такое, когда спички ходят в глаза, оставляй. Вот я поняла, что это такое. Я сижу в метро, у меня сознание работает, а глаза с вами закатываются. Мне стыдно, я закрываю глаза, чтобы люди этого не видели. Я не могу их удержать. И тогда я отдохнула. Потому что я заснула на консультации. Клиента веду по бессознательному. Он мне будет и говорит, Света, ты уже спишь 5 минут. Я беру с него деньги, чтобы поспать. Прием, нормально? И тогда я решила отложить подушку. Думаю, ну это просто ни в какие ворота. И когда я... А, я еще боялась заснуть на Новый год. Салат, думаю, упаду прямо на ходу. И я отложила все это дело. Три дня не поспала. И что вы думаете? Все, у меня это прекратилось. То есть, мой организм адаптировался, изменения произошли, и все. Это первый раз. А второй раз у меня заболела стопа. Вам тоже понятно, почему. Это второе ощущение, что я ощутила. Я себя прекрасно чувствую. Вдруг я утром встаю, не могу встать на стопы. Что произошло? Весь организм начал перестраиваться. Весь. До последней клеточки. А боль или жгло подошвы? Боль. Боль. Именно боль. Да, боль. Наступить невозможно было. Вся, вся стопа. Заденешься, ну, разойдешься, все нормально. Спишь опять. Подушечка. Я ее положила между стоп тогда. По совету моего мужа, который вены вылечил. Он же между ток и околк. Говорит, ты что, ты хоть мучаешься? Говорит, положи ее между стоп. Я положила между стоп. Все. То есть, у меня все прошло. Они гармонизировали. Вот для чего нужны вот такие вещи. Понимаете? И когда у нас была только одна подушка, этого было мало. Я поняла, что нужен матрас. Это обязательно, чтобы отражаться. И чтобы, когда вы заболели вдруг, сделать капсулу. Накрыться, укрыться. И желательно и снизу, и сверху. Понимаете? И шапочку. Детячки. Как я в ковите болела. Я была вся, полностью остался один рост. Чтобы только я дышала. И вот эти изделия, они местного применения. Есть наколенники. Есть вот этот универсальный аппликатор. Это моя любовь, потому что это мое авторское. Я упросила сделать для меня. И вот с ремешками. Это два длинных ремешка, которые по размеру толстяков и худеньких делаются. И два коротких ремешка. С помощью них вы можете на колено, на локоть, ну, куда хотите. Можете смастерить шапочку. Можете смастерить тапочек. С помощью этого на плечо. Здесь маленький ремешок, а через плечо большой ремешок. И вот вам, пожалуйста, на плечо. Самое трудное, как бы, делается. И, конечно, тапочки. Смотрите, что я вам расскажу. Это вот буквально ко мне пришло несколько дней назад. Тапочки. Купили женщину, которая Паркинсон. Уже много лет. Не просто год-два. Много лет. Она уже стала овощем. Любимая мама. То есть она односложно. Да? Нет. Она даже два слова не могла соединить. Она абсолютно неэмоциональна, безразлична ко всему. Ну, вот овощи ходят по дому. И они ей тапочку пили, потому что у нее ледяные ноги. Вот. И она очень мучается от этого. И мне, когда люди рассказали, у кого ледяные ноги, что это, оказывается, ад. Они даже кипяток ставят. Потому что это какие-то просто невыносимые ощущения в ногах. Ну, по-видимому, гангреник, придвигающий ноги. Кровь не поступает. Да. Просто, говорит, невыносимый. Кипяток, говорит, засовываем. Пусть лучше ожог, но только, чтобы не было этих ощущений. И вот ей купили. Что вы думаете? Прошел только месяц. В первый же вечер она сказала, это как его, а где мои тапочки? Они в обморок упали. Они срочно ей дали тапочки. Потом она начала в этих тапочках спать и спрашивать дочку. Ты же работаешь на ногах весь день. Наверное, тебе трудно. Устаешь. Она говорит, я села и смотрю. Думаю, это что? Мама, сложно сочиненное предложение с выводами, что устаешь. А потом уже еще чище. Теперь она звонит дочке, которая не рядом живет. И говорит, послушай, ты же квартиру купила. Ну, как тебе квартира нравится? А это было несколько лет назад. Она говорит, мамочка, для меня нет ничего радостнее, что ты по линии жизни возвращаешься назад. То есть она начинает вспоминать все глубже и глубже по линии жизни. Но не чудо. Это просто ничем не объяснимый феномен, но это реальность, которая происходит с людьми, которые мне приходят это и рассказывают. И вот одни тапочки, да, вот мы говорим, ну, там одна подушка, одно там это. Вы поймите, если вы хотите запустить процессы сильнее, смотрите, что происходит. Вы запустили, процессы есть. Но вы же ныряете в социум. То есть мы кругом окружены цивилизацией, которая медленно нас убивает. Так вот, я прочитала статью медицинскую, и, надо сказать, я редко, когда испытываю такое эмоциональное потрясение, это было эмоциональное потрясение, потому что там было написано, что 84% человечества умирают от инсультов и инфарктов. И был круговой такая вот диаграмма, в которой 84% и дальше шло. аварии, войны, рак, ну и так далее, и так далее, и так далее. Интересно. Это же страшно. Это самая настоящая причина смерти. Другой нет. Остальные чисто случайность. Исключение из правил это называется. И дальше, когда эти изделия появились, когда все вокруг, мой брат с обширным файлом, там с двумя стендами стал абсолютно здоровый, по сей день здоров. Когда моя мама, гипертоник, инвалид по гипертонии, с сахарным диабетом, когда она погибла, ее машину сбила, она оказалась внутри молодая, с совершенно идеальным сердцем и сосудами, о котором сказал патологоанатом. Когда я даю парализованным, лежащим несколько лет, папа Димы был парализован, у него сделали операцию на мозг. Он лежал. Я ему сказала, матрас, одеяло, шапочка, папе. Я приезжаю на очередной ретрит, он меня вызывает и говорит, мой папа ходит, разговаривает, полностью восстановился. Понимаете? И вот это, это я просто один случай о любимом Дмитрии рассказываю. А это повально. Все мужья моих подруг, все, кто перенес инсульт, с половинным поражением, полным поражением, полное восстановление, не только человеческое восстановление, мысли, движения и половая функция с полным восстановлением, уже в возрасте зашитят. То есть просто эти изделия. Итак, но этих изделий очень много. Желательно иметь подушку каждому члену семьи. Матрас. Обязательно одеяло. Хотя бы оно на семью. Дальше. Повязка. Каждому, почему спать нужно на любимый живот, одевать это. Потому что отравились, одели, ну сколько секунд? Ну 30 секунд. Останавливается отравление. Я, например, переел. У меня же нет желудка, мне трудно. Я когда съем, иногда переем. Но хочется побольше что-нибудь съесть. У меня бумс. Ну понимаете, мой кишечек, 12-перстное, все это набилось. Там же в желудке-то не полежало. У меня так бумс. Такой камень. И я бумс. Ну вот. И все. Будто я ничего не ела. Я не знаю, как это происходит. И это говорят все повально. Что это происходит у всех? Вот такой вопрос. А если повязку, предположим, на плечо, на область предплечья, кровь проходит рядышком, она тоже, ведь кровь, так сказать, это ткань, которая разносит по всему организму. Это очень важно то, что вы сказали. Вы знаете о точках. Вы знаете о меридианах. Вы знаете их наизусть. Где какие. Когда вы взялись за пульс, я подумала, мои любимые точки. Потому что, когда ко мне приходят с аритмией, с серьезными проблемами в сердце, я им даю всего лишь один напульсник. Они еще не решаются все остальное покупать. Я говорю, придете ко мне через месяцок. И сходите перед этим в поликлинику. Они приходят вот с такими глазами. Ни у кого нет аритмии. Десятилетия мы ходили с аритмией сердца. И диагностика моя это показывает. То там такие артефакты, ничего нет. Ровное, идеальное поле. Один напульсник, три точки. Что происходит? Микросфера, вот это вот луч, он действует на эти точки, как иглоукалывание, как массаж. Понимаете? Как мы просыпаемся и в практиках, да, начинаем делать для того, чтобы активизировать. Или там, бьем, да, себя. Нас учат практики. Для чего? Ну, для того же. Чтобы эти точки активизировать. А тут не бить, ничего не надо. Ты просто спишь. Просто спишь. Для ленировых. Совершенно. Это для Иванов, для русских Иванов, чтобы быть богатырями.